Книга «Открытым оком», тема мусульманства, 29 том, вопрос 3991. В чем же отличие мусульманского воспитания детей от христианского и прочих школ? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Они начинают учить детей с пеленок, и на это не жалеют ни времени, ни средств. Вот маленький видеоролик, продолжительность в 1 минуты и 55 секунд, объемом в 19,2 мегабайта. Когда просчете, то задавайтесь с целью найти двухлетних девочек в христианстве, которые могли бы на подобные вопросы о кресте ответить. Надо думать, что мусульман это не единственная девочка, и на уроках ей задают и иные вопросы. Это значит, что у христиан должны знать о Христе, Библии и Житии Святых. Как тебя зовут? Вот. Фатима, в синей одежде с покрывалом на голове, полностью закрывающей волосы, как у маленькой монашки, отвечает на 30 непростых вопросов. Сколько тебе лет? Два года. Как твои дела? Хвала Аллаху. Каково приветствие в исламе? Ас-саля алейкум. Кто твой Господь? Аллах. Где Аллах? В небесах. Кто твой пророк? Мухаммад. Где родился пророк? В Мекке. Куда переселился пророк? В Медину. Какая у тебя религия? Ислам. Сколько столбов в исламе? Пять. И показала растопыренные пять пальцев правой руки. Сколько столбов имана? Шесть. Снова знак, указывающий на шесть. Что является столбом религии? Молитва. Какая самая главная обязанность возложена на нас? Единобожье. Какой грех самый страшный? Многобожье. Знает ли кто-нибудь сокрытый, кроме Аллаха? Нет. И сделала жест пальцем правой руки, помахав отрицательно. На ком гнев Аллаха? На иудеях. Кто является заблудшим? Христиане. Какая секта начала утверждать, что Коран сотворен? Мутазделиты. Как зовут ученого, который опроверг утверждение сотворенности Корана? Ахмад Ибн Ханбаль. Какой аят самый величественный в Коране? Аят Аль-Курси. Кого называли обладательницей двух поясов? Асму, дочь Абу-Бакра. Кого называет госпожой всех женщин? Почему? Что называет дар Оль-Карама, обителю щедрости? Рай. Как называется место мучения и наказания? Гиена, ад. Какую мольбу читает по утрам после сна? Выздаем хвалу Аллаху, что дровал нам жизнь и возвращение к Нему после смерти. Какой рукой едят и пьют мусульмане? Правый. Что говорит исламское право об использовании сивака? Сунна. Что говорит исламское право об использовании четок? Бидиа. Какое положение у празднования дня рождения пророка? Бидиа. Какое положение у слушания музыки? Харам. Какая сподвижница убила Семерихримия? Ум Хаким. Скажи. Такбир. Такбир. И улыбнувшись, подняла вверх обе руки. Вот по этому образцу и судите о себе. Тразакония, 11 глава, 18 по 20 стих. Итак, положите все слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак и на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь в дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь. Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. От скольких бед ты сохраняешь нас, всемилосердный бог наш и заступник, и сколько раз светильник не погас, когда удары сыпались нескупо, что помним, что не знали в забытье, тех случаев когорта легионы, на чем мы ехали в кювете, то коптит, и никого мы больше не обгоним. Рецептов нет, гарантий стопроцентных, что наш гараж дождется лошадей, ни опыт, ни хваленые рецепты не вывернут, не подтолкнут к беде, и в случае случайных избавлений, да не забудутся в тиши и на молитве, дрожь сучи, по-прежнему в коленях, пусть страх, прошедший, заново прилипнет. Ох, ах, несуеверно оглашат, твое жилище с образным надгробием, на жар страстей пусть выльется ушат, здесь раскаяние высочайшей пробы, все в нашем теле уязвимо страшно, на доле миллиметра от крушения, едва задел по телу будто рашпель, любая мошка станет грозным шершеньем, но вот в пыли и в грохоте сражения, каким-то чудом сохранится глаз, и с памяти в те дни направь в прожектор, и благодарность Христу язык украсть. Благодарностью Христу язык украсть, чеши сегодняшней, уже ушедшей ночи, все по секундам били под опекой, творца, которая душе хлопочет, и демонов отстреливает метко, за изголовье жаркое в мороз, за оголенное протертое до дырок, благодарю и поднимаюсь в рост, когда все сухо, а в логницах сыро. 2008 год, Игнатий Тихнич, Лапкин